и передам слово докладчику. Всем привет! Меня зовут Aleron и сегодня мы разберем задачу, текущую на Кегле, которая называется Новоиндимс Энзайм Сибилити Предикшн. Я не планирую очень глубоко в 20-х фото или какие-то конкретные решения. Я хочу сделать достаточно обзорный вебинар о том, какие решения вообще уже люди используют, какие решения пока еще не используются, но я бы очень советовал их попробовать. Вот расскажу немножко про биологию, биологичную часть задачки, просто очень поверхностно, чтобы понимать, с чем мы имеем дело, чтобы даже люди, которые не из биологии, могли понимать вообще хотя бы самые важные термины, которые нужно гуглить для того, чтобы искать модели, которые решают задачу. Вот, ну и какие-то еще идеи. Кратко про меня. Вот я уже, если мы говорим конкретно в проекте на Kaggle, я на текущий момент Kaggle-эксперт, у меня есть уже три медальки, вот их могло быть больше, но пока так. Вот и вот, собственно, от титула мастера меня сейчас выделяет только одна золотая медаль. Вот, собственно, поэтому я тут. Так, кратко про задачку. Ну, на текущий момент я нахожусь где-то в... сейчас примерно 2000 участников, мы находимся, примерно, в бронзе. Это достаточно такой, как мне кажется, очень простой результат, потому что на форуме уже есть решения, которые позволяют... поубличные решения, которые позволяют выбить 603, и вот как раз-таки задача стоит в том, чтобы выбить выше, чем 603. Вот я, кстати, сюда не вставил, но мы можем зайти посмотреть на сам форум и увидеть, что на лидерборде есть такая достаточно интересная ситуация на текущий момент, что в топ лидерборда, в общем, в топе лидерборда есть очень сильный разрыв между первым участником, то есть вот есть обычное распределение, где там люди ненамного друг от друга отходят, отстают, разнятся по скору. Ну, еще остается пометить, поэтому дирерборд не такой плотный, но вот видно, что есть какое-то решение, которое, видимо, очень сильно выбивается, и вот если, в общем, некий такой известный персонаж на Кегеле Крис, который, как я знаю, не очень хорошо разбирается в биологии, поэтому, видимо, просто на ML решение вот он получил достаточно высокий спорт. Вот, то есть он что-то знает такое, чего остальные, не знаю, видимо, это не очень сложно, потому что ансамблей на форуме уже много публичных, и кажется, что есть какая-то простая идейка, или может быть лик, который позволяет сильно запрыгнуть наверх. Собственно, про задачку. Давайте сначала то, как она выглядит. Если посмотреть на датасет, то датасет это некая последовательность, для которой у нас есть разметка температура плавления, и предлагается по последовательности предсказать температуру. Вот, но если мы будем чуть не погружаться на задачу, то тут, на самом деле, задача строится так, что у нас есть конкретный белок, и для этого белка у нас есть мутация. То есть это обычно какая-нибудь одна мутация, то есть в тесте у нас для белка есть одна мутация. И вот есть куча последовательностей с этими мутациями, и предлагается прогнозировать, как сильно вот эта мутация влияет на температуру плавления. Собственно, теперь немножко про биологию. У нас есть первичная структура и есть у белка. В общем, белок в организмах, он сворачивается из этой цепочки аминокислот, который сворачивается в некую такую, чаще всего глобулярную форму, в зависимости от того, где он расположен в клетке. И вот эта глобулярная форма, она достаточно стабильная, и для белков есть такое понятие, как температура плавления, которая говорит, что вот есть некая критическая точка. Если белок нагревать, то этот белок в один момент потеряет свою структуру стабильную. Для чего я это говорю? Я говорю это для того, что можно вот эту последовательность перевести в 3D структуру с помощью уже готовых решений. Например, тот же AlphaFault от DeepMind, он позволяет перевести вашу последовательность в 3D структуру. Чем это нужно? Это нужно для того, чтобы как раз и решать вот эту задачу Variance Prediction. В биологии вот эта задача по изменению последовательности, принесения мутации белок, ее называют Variance Prediction. И эту задачу решают двумя способами. Первый способ, это вот зная 3D структуру, чтобы помоделировать изменения и моделировать, как изменится энергия этого белка. То есть такая условно суммарная энергия белка. Вот. Или есть еще это 3D структурный подход. Есть еще sequence подход. Это когда мы вообще не переводим в 3D структуру, а просто опираясь только на последовательность и на информацию в базе данных, на выравнивание этой последовательности на банк последовательности. Мы пытаемся тоже сделать какой-то вывод о том, как изменится, насколько сильно вот эта мутация меняет свой чуб белка. Вот. Эту задачу, если введите к ML-задачи, можно свести к обычному подходу, когда мы просто для последовательности, для мутации генерим кучу признаков и потом натравливаем какую-нибудь ML-модель, которая предсказывает температуру плавления. Вот. И при этом какие... В общем, такой привел слайд такого очень общего понимания, какие признаки можно сгенерировать. То есть это могут быть NLP-модели, то есть какие-то бертовые модели, обученные на белковых последователях. Это могут быть доменные признаки, это могут быть признаки яичных логистов, признаки расстояния между аминокислотами, 3D-признаки, то есть, собственно, про вот эту структуру, ну и различные биологические признаки, простой пример, это, например, как меняется размер или там гидрофобность аминокислоты в этой мутации. То есть, если смотреть там, насколько изменился какой-то финический параметр, то можно... то эта величина уже будет коррелировать с изменением температуры, то есть чем сильнее... у меня это какая-то физическая величина, тем скорее всего, сильнее изменится температура плавления, в общем. И так как в этой задаче у нас в качестве метрики берется метрика корреляции, то получается, что эту задачу можно вообще решать без email, а просто найти сечу, которая хорошо отряжает сменение энергии в белке и просто ее заплатить. И это работает. Вот. А если зайти чуть вообще глубже и вообще разобрать, какие подходы уже работают, то тут мне очень нравится такой подход. Есть уже, во-первых, и модели как, ну, как я сказал, языковые модели по типу бертов на аминокислот последовательности. То есть они называются Прот-БЕРТ или БЕРТ или Транс-БЕРТ. Ну, в общем, такие трансформеры или БЕРТЭЗы обученные на аминокислотных последовательности. То есть они позволяют извлечь имбиндинги последовательности и дальше уже генерировать, решать нужную задачу. В данном случае предсказывать эту температуру. Вот. Есть такой интересный факт, что так как у нас последовательности, то из этих последовательностей, как я сказал, можно с помощью того же Альфа-Полда предсказать среда структуру. И Альфа-Полд, когда предсказывает среда структуру, для каждого атома он еще выдает такой параметр, который называется PLDT. В общем, этот параметр, который отражает некую уверенность того, что этот атом будет в этой области. И, в общем, если просто по каждому атому, по каждой мутации усреднить вот этот вот PLDT, то он уже, оказывается, очень хорошо коррелирует с температурой плавления и выдает чуть ли не 400, там 0,450. То есть это уже достаточно сильное значение, которое в начале соревнований очень хорошо забустило. Вот. И сразу же лайфхак, так как у нас известная информация про белок, для которого нам нужно, собственно, эту мутацию совершить, то можно еще пойти дальше и от этого PLDT отнять еще PLDT дикого типа, то есть белка без изменения. И это еще дает прирост. То есть такое, казалось бы, простое решение без ML, оно очень сильно докидывает. То есть то, что для этого нужно было, это взять последовательность, загонять ее в альфафолт и на ней построить вот такую модель. Вот. Также еще есть, я видел на форумах, Клюз уже используют специальный софт, который как раз таки занимается определением энергии для белка. Там типа Pai Rosetta, в общем, здесь такой софт, Rosetta, который почти считает для белка энергию. И вот есть китоновская библиотека, которую можно подгрузить на Kaggle и сразу посчитать. Ее тоже дает достаточно хороший ответ. Вот. И если это все смешать, то уже получается где-то 0.6. Напомню, что 0.603 это уже медали, а если просто смешать эти два подхода, то уже получается 0.6, чуть меньше. Вот. Также еще есть тоже классный подход, называется Thermonet. Это сейчас я рассказываю о том, что уже есть на форуме, а попозже я расскажу, какие решения еще не используются, но они, мне кажется, очень хорошие. Вот. Есть еще Thermonet. Это тоже сетка, которая, по сути, берет просто 3D-структуру белка и сворачивает ее, выплевывая вам цифру, в данном случае температуру. Вот. И, как я понял, она тоже достаточно сильно там... Она сама по себе не дает топ-решения, но смешивание с подходами выше она очень хорошо закидывает наверх. Вот. И куча еще даже там аналогов типа развета, и еще там люди пробуют всякие биологические признаки. Например, есть библиотеки, которые могут помутаться, определенные генерировать разные признаки. Как я сказал, изменение всяких физических или биологических, химических параметров, в общем, можно уже автоматизировано найти. Вот. И тоже хорошо стреляет. Так. Окей. С чего, собственно, можно начать решать эту задачу? Можно, собственно, взять уже достаточно стильное решение, которое называется different features, которое я описал. Это решение, где берется последовательность, запихивается в alpha-fold. Alpha-fold выплевывает 3D-структуру, и на этой 3D-структуру просто считается среднее выборочное значение PLDT. Вот. И еще отнимается значение дикого типа. Вот. И это уже, типа, такое сильное решение, причем без email. Ну, тут email разрешит, чтобы использовать уже обученную модель alpha-fold. вот. Но все равно дает, типа, дает сильный. Вот. То есть вообще на форуме уже обсуждается очень много подходов. Вот есть там ноутбук. Шерем покрупнее сделаю. Есть ноутбук, где прям перечислены те методы, которые упоминаются на форуме. Но есть проблема у этих методов, что часть этих методов не так просто завести. То есть для этих методов уже есть готовые API, там веб-серверы, где можно с помощью API попартить готовые ответы для того, чтобы себя потом использовать как признаки. Вот. Но часть моделей, они все, часть моделей еще работают как просто софт, который нужно себе скачать, или как библиотеку, которую нужно скачать. И с ними проблемами, и вот их на лидерборде, на форуме пока еще нет. Например, там модели, типа, прям PC, или там полдикс, их, в общем, не так просто достать. И вот есть обзорная библиотека, обзорная статья, которая позволяет сориентироваться. В общем, методов много, и тут нужно сориентироваться, с чего начать проверять гипотезы. Вот. И, собственно, повезло, что есть статейка, где все эти методы между собой сравнивают. То есть, вот, они тут выведены, там, ATD, NNN, там, CD, GAN3, в общем, и так далее. Даже можно не вдаваться в подробности, что это за методы, просто берем и парсим это как признаки. То есть, вот, вам повезло, если это веб-сервис, скорее всего, вы по API сможете его спарсить. Вот, в общем, мод 2, он парсит сутки, но зато дойдет примерно тоже в районе 0, там, holdX и так далее. И это, кстати, среди этих методов, я заметил, есть разделение как раз на structure-based, которое требует наличия 3D-структуры, но мы опять возвращаемся к предыдущему шагу, alpha-hold нам эту 3D-структуру дал, и sequence-based. Вот, тут нужно будет нагенерить выравнивание этих последовательностей на банках, последовательностей, но он уже тоже на кабеле есть, поэтому выбираем файлик и записываем в модель. Вот, это что касается того, что обсуждается на кабеле. Вот, но теперь пойдем по инсайдам. Я вот удивился, что в основном люди используют модели, которые не наточены. То есть вот эта задача, она называется parent prediction, и люди на форме, ну, редко кто из, ну, я почти еще не видел, только один из тех методов, которые я сейчас назову, упоминается на форме. Причем люди не используют уже готовые модели, которые заточены как раз таки определять вот эту энергию изменения делка. И вот есть классный слайд из статейки, в которой эти все методы обозревают. Это методы там Deep Sequence, Jimmy, Vespa и SM1B. Ну и вот как раз на форуме упоминается такой метод, чтобы он назначил Блоуслум 62. И вот он на форуме есть, но если посмотреть на, в общем, это не единственная статя, которая это утверждает. В общем, Блоуслум один из худших, кто хуже всего предсказывает вот эту энергию белка или температуру, изменение энергии или там изменение температуры. Вот, но тем не менее, на Kaggle все его форсят и форсят на него, потому что вот эту модель проще всего завести. А все остальные вот эти модели, с ними достаточно сложно. Потому что Deep Sequence, статья там 3 или 4 лет назад, там Github написан на втором питоне, его очень сложно завести, нужно прям посетить. Мне удалось на данный момент запустить Vespa, Vespa AI, есть еще SM1V, тоже вот это модельки, которая легко с Github запускается, потому что они свежие и там хороших примеров. Окей, можно даже прям, ну в общем, это самая главная картинка, которая там есть в этой статье. Понятно, что если бы я начинал, я бы начинал вот сверху вниз. Вот, и следующий мой план это побороть Jimmy и Deep Sequence. У Jimmy даже есть свой API, но куда можно, в общем, для которого можно прям без входа признаки вытащить. Но, но там тоже есть проблемы с форматами, я пока еще не могу понять. Ну, я не очень много времени потратил на этом, но в общем с Jimmy нужно еще правильно там мутации подать, чтобы он верно тебе энергии выдал. Вот. Хорошо. Теперь немножко по советам. Как я сказал, вот есть уже очень много готовых моделей и нам по сути в этой задаче, причем эта вся задача по предсказанию энергии, она сводится по сути к некому такому парсингу, мл-опсу, то есть нам нужно найти гитхабы, то есть загуглить гитхабы по названию моделей, зайти его, формировать себе, склонировать себе его локально и запустить. Вот. Или если это API, то я сильно упрощаюсь на парсе через библиотеку request тебе ответы из этой модели. И дальше все это просто либо сблендить, либо стекинг. Вот. Как я сказал, можно поблендить, а значит можно сразу начать теста, то есть для трейна можно не ждать. Так, я пропустил начало, итоговую задачу ты ставишь как задачу регрессии и сортируешь по предсказанному ответу значение температуры. Давай чуть-чуть назад вернусь. У нас есть, да, в каком-то смысле задача регрессии. Да, это задача регрессии. Но тут, в общем, у нас для белка уже есть, для белка, для которого эта мутация берется, для него уже известна температура, температура плавления. И получается, что, ну, чтобы валидацию строить, мы на самом деле тренируем модель предсказывать изменение температуры. То есть это, да, регрессия, да, я считаю еще раз. Да, в общем, это задача регрессии, но не понял насчет сортировки. Нет, то есть моделька обычно уже выплевывает цифру. Единственное, что мы делаем, это когда так как у нас метрика корреляции, то при смешивании нужно ответы отшкалировать. И вот здесь я заметил, что ответы не применяют какой-нибудь min-max scaling, а потом смешивают с весами, а применяют ранкинг, то есть каждое значение нумеруют. То есть там самое маленькое значение в этом единица и вот так вот до n. Вот. Я пока не понял, чем это лучше, но ну, пока что как практика показывает, что ты так... Для меня это немножко парадоксально, почему смешивать так, но это пока работает. Хотя для меня кажется, что когда мы ранжируем ответы и получаем просто порядок значений, то у нас в зависимости от того, как мы ранжируем, может получиться такая ситуация, что одному и тому же числу нам будет присвоен разный номер. То есть, например, температура 50, у нас для одной номер будет сотый, а для второй сто первый. То есть у нас при ранжировании увеличение на единицу там произойдет, хотя сама температура по сути одинаковая. Да, как я сказал, можно начать генерировать ответы моделей для теста, это сильно упрощает задачу, то есть можно не париться насчет трейна, потому что трейн у меня больше, там 30 тысяч, в последовательности в тесте всего две тысячи, две с половиной. Получается, что можно быстро проверить гипотезы, генерируя ответы моделей только для теста. И вот еще классный поинт. Я заметил, что те люди, ну в общем, не я первый додумался, что модели можно парсить по API, я вижу у людей в терналах то, что они загоняют вот эту библиотеку request просто в цикл, перебирают по последовательности, бегут по последовательности и просто получают ответ от сервера. И где-то на тысячной, дай бог, на тысячной трассе у них сервер их банит, перестает и начинает отправлять им пустые ответы. Вот, и они это высылают на Kaggle, получают какой-то скор, а потом смешивают, даже не замечая, что у них сервер половину ответов он не дал. В общем, как эту проблему попектить? Нужно делать паузу перед запросом, хотя бы секунду, или проверять, что вам ответ пришел. Если ответ не пришел, то делаем там, в общем, глобально решаем эту задачу не циклом for, проверяя, что у нас каждый раз ответ пришел. Если ответ не пришел, то мы засыпаем на энное количество времени, пока ответ нормальный не будет. И вот так можно безошибочно, без nano пропаркить весь, помощью API, все ответы модели. И это работает. И второй лайфхак это то, что есть API, которые могут не дать сразу весь список последовательных. То есть не нужно им отправить по одной, это будет дольше. Можно отправить им сразу весь пул в последовательность, для которого нужно получить температуру и дождаться ответа. Вот это такой интересный момент, который очень сильно ускорит вашу работу. Так, да, ну и собственно тема для размышления, как смешивать несколько моделей, потому что у нас метрика корреляции. Тут я для себя еще не выбрал какой-то единый стратегий, пока что я пристреливаюсь, просто ранжирую ответы на ODN, но мне кажется, что это не самая лучшая стратегия. Все-таки с келлигами минмаксом, а потом с весами прогнозировать, кажется, что это лучше. Вот, возможно ранжирование работает, потому что у нас ответ более устойчив к каким-то сильным отклонениям, потому что в общем шаг, допустим, у нас температура меняется, допустим, у нас две точки 50 и 70, на минмакс и келлинге это будет одно расстояние между точками, а при ранжировании это всего лишь шажок на один. Вот, и получается, что, возможно, при ранжировании у нас просто свет более устойчив. Вот, но, скорее всего, это решится просто более точная модель, когда модель очень точно предсказывает, что вот эта вот поправка из укладывания степень, возможно, она только хуже делает. Вот, ну да, настроить валидацию, так или иначе, рано или поздно придется сгенерировать то же самое для трейна. Вот, там есть нюансы, что есть дубли последовательных тех, и вам придется, придется посидеть и разобраться с тем, чтобы искать исходную последовательность и ее мутанты, для того, чтобы грамотно сделать вот эту вот валидацию, похожую на тест. Вот, ну и не стоит забывать, что вот сейчас все используют генерированные 3D структуры альфа-холдом, но альфа-холд делает ошибки, и есть состы, которые, ну это очень известная тема, как я понял, у биологов, есть доп-состы, которые исправляют ошибки альфа-холдом. Вот, и тем самым можно еще поднять точность, потому что вы поправили немножко альфа-холд. Вот, я еще так не делал, но видел, что у нас есть отдельная команда, которая занимается тем, что исправляют ошибки альфа-холдом. В принципе, это все, то есть задача такая, как я сказал, она несет в себе очень много экспериментов, чтобы очень много попробовать, чтобы выиграть, но мне кажется, она того стоит, потому что сейчас на лидер-барде буквально где-то граница для медалей. То есть вот публичное решение на 603, бронза, серебро начинается на 64, то есть вы просто спарсив какую-то удачную модель из того, что я привел, из того, что нет на форуме, вы можете вот легко побить этот скор и подняться выше в медаль. Вот, то есть кажется, что в этом соревновании биологам действительно проще, чем биологам, которые умеют ходить, проще, чем людям из e-mail, которые просто смешивают паблик керном. Одно из таких первых соревнований, в общем, редких соревнований на моей памяти, где очень сильно помогают доменные знания. То есть вот не понимая, что происходит, сложно подстроить данные так, чтобы их те же верты запихивать. Здесь действительно помогают какие-то доменные. Хотя бы понимание, что такое белок и что такое аминокислотное последование. Потому что я видел, что у нас в команде ребят, когда только-только заходили, они пытались, ну, мы их вовремя остановили, но они пытались, например, использовать герты, которые на днковых исследованиях. Ну, как бы, где днк, где аминокислот. Разные субстанции. Вот. Это все. Если есть какие-то вопросы или комментарии, то мы можем сейчас подискутировать, обсудить. В целом, это, наверное, все, что я хочу. Самый, наверное, важный вкладик, который я советую посмотреть, потому что он очень перспективный. Так, ну, мы ждем вопросов и, наверное, это людей надо размьютить. Для этого, ну, вы, конечно, можете писать в чат в начале. Спасибо. 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 Расскажи, как ты делал блэйтинг разных решений, вот как ты подбирал веса. Хорошо. Здесь, ну, вообще, так как нет трейна, то есть, в общем, тут есть нюанс валидации, что для теста, в общем, у тебя на тесте 3000 последовательностей, и для которых, в общем, которые являются всего лишь одной, там, мутацией для конкретного белка. Трени чуть сложнее, потому что там много разных белков, и для них там по несколько мутаций. И поэтому на валидацию я пока что забил, потому что еще время есть, и, в общем, на валидацию пока есть проблем. Вот, поэтому я сделал следующее. В общем, я валидируюсь по лидер-барду, то есть мне испартил какую-нибудь веспу, заслал, получил скор, потом взял какой-нибудь термонет, взял какой-нибудь термонет, он тоже дал скорую где-то 0.3, и дальше я беру, значит, два скорой, 0.3 и 0.5, и понимаю, что там 50 на 50 смешивать нельзя, потому что вот один сильнее. Ну, я просто пропорционально, пропорционально, некой такой интуиции, то есть тебе, так как на валидацию мы не можем строго чисто подобрать. Я думаю, я считаю, что там самому сильному я поставлю там скорую 0.7, вверх 0.7, а второму там 0.3, и вот так вот смешиваю. Вообще-то, что-то типа софтмакса. Так, я заметил, что в большинстве моделей для предсказания влияет мутация, работает на заменах, но не на билетах. Как с этим можно справиться? Хороший вопрос для биологов. Вообще, кстати, модели, которые вот я привел, они учитывают, что вот может быть делеция, в качестве мутации есть делеция. Вот, тогда надо посмотреть, какую модель вы используете, там просто нужно символ вставить, то есть вот там, как вы записываете мутацию, например, К, потом позиция, там 30, там, Б. Вот, и вот посмотреть в случае делеции, что у вас происходит. Либо прочерк надо ставить, либо add, либо еще какой-то символ, либо x. В общем, надо посмотреть на модель. Можно ли грубо оценить, как влияет бронза, серебро, золото на прибавку и меру наглости? Грубо. Я думаю, точно, чем больше у тебя медалей, тем ты, наверное, на наглость, но на уверенность влияет. Точно, чем больше у тебя медалей, тем тебе как-то приятнее. Самые первые медали они точно делают тебе счастливее, а потом привыкаешь и уже тут такая некая зависимость. Я совсем древний, юзала деда Герасимова. Тогда, тогда нельзя чем помочь. А правда о правилах формирования аминокислотной последовательности понятным образом написано, например, чтобы выучить языковую модель? Так, правил формирования. Нет, вообще, смотрите, аминокислотная последовательность это просто набор вот таких букв, и они зачастую… Так, сейчас еще раз прочитаю правила формирования. Давай голосом, давай голосом скажу. Давай, давай. Скажи, а вот этот набор букв протеиновой последовательности, он произвольный или не произвольный? То есть здесь же у тебя в окучающем сете встречаются, но только какие-то, да? А есть ли способ получить условно все возможные последовательности или там насколько это множество условно полное, которое представлено в этой сете? Точно не полное, то есть у нас просто есть некий набор реальных белков, для которых можно померить температуру плавления. То есть мы можем нагенерировать случайные последовательности, но мы сможем понять, какая температура плавления этого белка. То есть мы потом модель все сегодня сможем обучить. Поэтому, в общем, тут температура плавления, которая приложена, она, как утверждают организаторы, это то, что они померили в лаборатории. То есть, в общем, это не полное множество, но зато она с разметкой. Вот, кстати, как к аугументации, наверное, здесь хороший способ, там, нервить последовательность, которой, наверное, не было, или, там, носить мутацию какую-нибудь случайную, и когда это использовать, например, для антопуайс-рорнинга. Ну, это, в общем, это все сложно, потому что есть уже берты, которые обучены на большом количестве аминокислотных последовательностей, там, например, на 20 миллионов белков. То есть это уже огромная работа проделана, и лучше эту работу, на эту работу не тратить время, не воспроизводить. То есть, что лучше берты и не обучить, чем, там, ребята, у которых куча МГПУ, но лучше взять их уже модель, вытянуть имбендинги их модели из вашей последовательности, и порсить модель. Так, а если бы соревнования становилось сейчас, то бронзе получило бы сразу несколько человек. Бронз вообще на лидерборде у нас, ну, то есть на каждой, у нас не всего три медальных места. Медалей, одну и ту же бронзу или одну и ту же серебро может получить сразу несколько человек в зависимости от количества участников. И второе, когда соревнования останавливаются, есть еще такое понятие, как приватная выборка. То есть сейчас на лидерборде, сейчас на лидерборде можно заметить и секция паблик, и приват. То есть кор, который здесь показывается, он показывается на публичной части теста, а значение на приватной части он не показывает. То есть 50% трейн, 50%. Если соревнования остановить, то лидербор немножко перемешается, кто-то может подняться выше, кто-то ниже, но, в общем, примерно... Ситуация немножко изменится, но в целом... Так, из чего лучше начать соревноваться? Проречивать старые уже открытые задачи или рубиться актуально? Все очень просто. Мы берем вот этот жопайтер, вот этот вернул, и пытаемся в нем разобраться. Я его проверил, он достаточно качественный. Вот. А потом берем, смотрим, вот эти две статейки. Не, ну, если мы говорим про ML, и позже это было, и мы уже знаем, уже умеем в ML, и нужно просто выиграть задачу. Тут нужно придется почитать статейки, почитать про подходы, которыми эту задачу уже решают, чтобы потом изобретать. Вот, если мы говорим про потренироваться по ML, то, вообще говоря, на Kaggle, конечно, есть уже куча отдельных соревнований, которые уже прошли, плюс есть такие игрушечные, не медальные соревнования. Например, какой-нибудь Tabular Playground ежемесячный. Я делал. Ну вот, Tabular Playground. В общем, нужно потренироваться здесь. Там, как видно, в качестве призовых чисто Swag. В общем, этим даже не заморачиваться от скорости. В общем, потренироваться можно лучше. Вот, но зачем тренироваться, когда вам потом призовых не дадут, поэтому лучше. А можно характеризовать мутации как более сильные, более слабые. Тогда нагелились, температуру тоже случайно не сильно слабо. Да, можно такую мутацию наделать, why not, но начните с простого. Делайте просто валидацию, где у вас вообще есть вот этот признак сильная, слабая мутация. Потому что, как вы характеризуете, вот у вас там адени, какой-нибудь аминокислота, какой-нибудь лицетин, аспарагин заменяется. вот как понять, что это мутация сильная или слабая. То есть, можно посмотреть на размеры молекулы, размерами кислоты до и размер после. Возможно, чем больше размер аминокислоты, которую выместил предыдущую, то, возможно, это сильно меняется. Можно статистики построить, какие замены сильнее меняют температуру. Кстати, хороший биологический поинт построить статистику на том, какая замена, на какую дельку температуру двигает. Хорошая идея. Еще там нападшли нормировать. Как нагенерировать? Есть уже готовые либо, я забыл, как они называются, секундочку напомню. Я упомянул библиотеку автоматической генерации признаков для мутаций. Так, называется FitProt. Птичий протеин. FitProt. И все. Так, а часто для одного протеина температуру умерили при разных вкладах. Кажется, что есть есть примеры, когда в общем, просто построить линейную зависимость фаж температуру не получится для одного этого же белка. Но для некоторых белков есть температура, промеренная при нескольких фаж. Но таких немного. Вот. То есть фаж как-то влияет, но вот какую-то хорошую статистику по этому построить, но не получается. Слушай, а основной вклад включается в данные специальные модели, а вот эти NLP, хитчи, которые там протеин, верт, и все. Ты ожидаешь, что их дадут? Да, у нас есть как раз решение протеин, называется трансверт. протранс, протеиновый трансверт. Вот вот прот-т5 или там прот-берт. Ну, мне кажется, что точно она попробует, но, как я сказал, вот есть уже модели, которые как раз таки на этих бертах выплевывают уже, то есть они даже уже предобучены на вот то, чтобы выплюнуть температуру. плавления. Поэтому можно, конечно, взять обычный бустинг на этих имбиннингах пресетку, но я бы эту задачу решал в группе. Как я сказал, кажется, судя по лидерборду, вот есть какие-то очень простые решения, которые быстро закидывают людей вверх. Насколько имеет последовательность демонтации, которых нет трейна, проскорить опишечкой и обучиться. Такая, что ты видишь последовательность, которых нет в трейне. Проскорить опишечкой мы получим, можно даже сделать иначе, можно просто допарсить из базы данных еще последовательности, для которых изместны мутации температуры и температуры. Можно даже без опишечки сделать, можно расширить еще деццет. Просто этих данных уже и так много, что даже если какую-то синтетику добавлять, это лишь разбит еще сильнее. Просто последовательности белков, они обычно длинные, в общем медиана где-то в районе трехсот, то есть тридцать символов. И когда ты берешь миллион таких белков, то у тебя очень много данных. Возможно в синтетике нет смысла, лучше что-то реальное. мне кажется, что это соревнование, оно не про данные, оно больше про модель. Как ты решил проблему с разными значениями температуры для одинаковых последовательностей? Как лучше учесть это для создания предсказания данных? Такой подлый вопрос мне задали. Мы утром его утверждали, решили, что пока что выйти. Я трейн пока для валидации не использую. валидируюсь. А вот эти дубли одинаковые последовательные температуры есть. Поэтому пока что я эту проблему обхожу стороной. Что бы я сделал? я бы выбросил. Если не можно сказать, какая температура неферная разница просто выбрать. есть есть какие-то предсказания, высокая достоверность или такого непонятного? предсказания в том в которых ты уверен. Мне кажется, Крис пробивает ледобор. каждый я бы пробил пробил и все. Эта идея идет от него самого. вот. То есть Ну, смотри, тут же у нас тоже некая задача ранжирования. Ну, просто если бы это была задача классификации, я бы еще понял, как пробивать. А задача регрессии, но это очень большой прибор должен быть. Тут же сперман, если у нас поменялось что-то. Ну, это задача ранжирования, поэтому мы можем поменять в одну сторону и в другую. И мы как бы сразу же видим правильную сторону пошли или нет. И, в конце концов, мне кажется, можно прийти для каких-то... То есть, условно говоря, попробовать сдвигать какой-то ряд значений, менять местами в надежде, что это улучшит. Ну, надо пробовать. Надо пробовать. Пока что я делаю ставку на честный. за счет 2-4 дня можно попробовать просто модель программ. У меня есть жажда. Вообще, смотри, если обратить внимание, то в статьях, вообще говоря, в статьях корреляция в среднем где-то в районе 0,5-0,6. У корица 0,8. Но все-таки ну да, у него 0,8. Кажется, что он использует какую-то модель, которая сильно выбивается за рамки того, что дают обычно модели. То есть, есть картинка пошире, которая дает там на разных датсетах разную точность, но они обычно в районе 0,8 дают. Фирмана. Кажется, что Крис какой-то лист нашел. Или может быть, он угадал моделью, которая на этом на этом белке училась и дала хороший результат. То есть, хорошая идея действительно посмотреть, какая модель обучалась на такой выборке на таком симметрии белков, в которые входят то есть, может быть, мы тупо угадаем с моделью, которая на тесте обучалась. что такое можно. Но это надо прям почитать. Посмотреть, что там Крис еще выкладывал перед этим, что могло его навести на такие мысли. Ну, а какой-то степень уверенности предсказания для конкретного белка, чтобы все в голове сделать. То есть, например, у нас есть там 10 моделей, и мы смотрим, если на этом белке они все одинаково примерно выдают, или там ранжирование где-то для двух белков. Вот там один белок всегда ниже другого по температуре. Ну, 10 моделей говорят одинаково. Ну, тогда мы можем сказать, ну, наверное, это как бы плюс-минус правильно. если разнобой, то, соответственно, это как бы точка неуверенности. Ну, что-то такое. То есть, ну, вот какая-то степень уверенности нужна, чтобы делать псевдолейблинг. Можно? Ну, смотри, все равно для псевдолейбл у нас трейн маленький. Ну, зато трейн очень похож на приват. То есть, в смысле, нет, мы хотим как бы за псевдолейблить публичный ну, как бы паблик лидерборд. Потому что паблик очень похож на приват. Они отличаются только одной агентацией. Окей, ладно. Хорошая идея. Если есть несколько моделей и для какого-то последовательности дисперсия между ответами низкая, то действительно может иметь смысл взять эту точку для обучения. Да, можно. Ну, хорошая идея. Это надо пробовать. псевдолейбл у меня есть такая интуиция насчет псевдолейбла, что он заходит, когда модель уже очень хорошие ответы дает. Второе у нас трейн тест достаточно крупный, чтобы мы могли достаточно, чтобы вот эта вот часть данных, которую мы возьмем из теста, чтобы вот на модели это сильно повлиял. Можно. В общем, надо пробовать. Окей, спасибо. Февдолейбл это такая рабочая тема. Хакерская, но рабочая. Так, ну круто. Слушайте, мне понравились ваши вопросы. Тогда было интересно. Я призываю вас пробовать. Мне кажется, это соревнование стоит того, чтобы порешать. Но достаточно интересно, где ненужные мощности, большие. можно в клабах. Так. Если у кого-то еще есть вопросы, то, наверное, сейчас самое время, потому что далее мы будем закрепляться. Ну, если еще вопросы вы смотрите запись, то всегда можно мне написать через канал. Вот. Я буду выступить там. Окей. Ладно, ребята. Тогда спасибо. Спасибо большое за накладку. Очень интересно.